Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Владимир Ольга. В этом видео я расскажу о новом итами, который появился в игре вместе с последним обновлением. Называется он Рог Небесной Лошади. С помощью него вы сможете призвать к себе вашего скокуна, независимо от расстояния, на котором он находится от вас. Исключением составляют места, где невозможен призыв транспорта. Такими местами, например, являются Анакрион, Гистрия, Подводные Споты, Арены, Ипподром Гран-при Убывающей Луны и другие. Также вы не сможете воспользоваться призывом, если в инвентаре вашего скокуна находятся какие-либо товары. Именно товары. Все предметы, которые находятся у вас в инвентаре, имеют определенную категорию. Категория указана в правом верхнем углу. В данном случае, вот я навела на кольцо, у меня это снаряжение. Если вы наведете на любые другие предметы, здесь есть особые предметы, есть расходники, обычные предметы. И точно так же на предмете, если он является товаром, будет указано, что это товар. Так вот, именно с товарами в инвентаре у лошади вы не сможете воспользоваться призывом при помощи Рога Небесной Лошади. Есть три способа получения данного итема. Самый быстрый – купить его в жемчужном магазине за 456 жемчуга. Находится он в разделе «Транспорт». Обратите внимание, данный итем привязывается сразу после получения к персонажу, на котором вы его купили. Поэтому заходите в магазин тем персонажам, на котором планируете использовать этот Рог. Если у вас уже куплена вечная флейта, и она находится у вас в преминвентаре, вы сможете использовать второй способ. В жемчужном магазине продается итем «Дух Небесной Лошади» по цене 200 жемчуга. Если вы объедините этот итем с вечной флейтой, которая находится у вас в преминвентаре, в меню изготовления и создания оружия, вы также получите Рог Небесной Лошади. Открываем инвентарь. В преминвентаре у нас появилась итенка «Дух Небесной Лошади». Здесь же у нас лежит флейта заклинателя «Вечный». Заходите в меню изготовления, прожимаете «Л» на клавиатуре, «Создание оружия», выбираете преминвентарь и объединяете вот эти два итема. Обратите внимание, сейчас у меня голова транспорта желтого цвета. И после создания итема она изменится, она станет не красная, но она станет такая, с оранжевым отливом. Специально прибежала в пустыню для того, чтобы проверить, работает ли данный Рог на слона. Например, да, потому как нигде везде написано «Лошадь», «Лошадь», «Скакон» и так далее. Вот сейчас и проверим. Итак, мы получили Рог Небесной Лошади. Напомню, что он сразу после получения привязывается к персонажу. Находится он в преминвентаре. Ну и давайте попробуем использовать его к слону. Вуаля! Ну и для того, чтобы мои слова не были голословными, сейчас я помещу, например... А, ну вот, в принципе, вы видите, да, у меня в инвентаре у слона была плита, вернее, алхимический стол, и он прекрасно переместился с каким-либо предметом. Но, поверьте, если сюда загрузить товар, то независимо от расстояния, вы даже можете на два шага отбежать от вашего скакуна, и вам уже напишут, что невозможно использовать флейту. И пока мой большевухий друг решает, как доставить меня обратно на Восточный Базар, потому что мы заблудились, потому что я забыла купить компас, я расскажу вам о третьем способе, который не потребует у вас реальных вложений на получение Рога Небесной Лошади. Займет этот способ у вас 15, либо 30 дней, в зависимости от уровня профессии коневодства. В игру добавлено ежедневное задание, а также квест на получение слезы Небесной Лошади. Данное задание выполняется на пруду Атоницы. Пруд Атоницы находится на въезде в Камасильвию со стороны скелетов Хексы. Когда вы приедете отсюда, на пруд, найдите здесь управляющую узлом, у нее над головой горит задание. Если это задание не отображается, проверьте фильтры, чтобы были включены все задания, потому как особых условий для принятия этих квестов нет, и они должны быть доступны всем персонажам на аккаунте. После того, как вы выслушаете ее историю, у вас откроется возможность брать ежедневное задание. По этому заданию ежедневную, выполнив его, вы будете получать либо один, либо два лакомства Атоницы. Один, если уровень коневодства на вашем персонаже ниже, чем мастер один, и два, если уровень коневодства мастер один и выше. Ежедневно вам необходимо будет принести сюда медовый виски, один, 10 масел стойкости, 30 плодов очарования и один огромный эликсир энергии. Все эти предметы сейчас есть на аукционе, но если по какой-то вероятности, по какой-то причине вы их не найдете на аукционе, это все можно получить в игре, игровым путем. Огромный эликсир энергии вы получаете за 200 очков энергии у алхимика Элустина. Масло стойкости можно скрафтить на алхимическом столе. Плоды очарования добываются при помощи серпа, при сборе дикой травы, либо с определенных растений на огороде. Ну и с медовым виски есть два способа его получения. Один, это поменять крылышки феи в храме Камасильва на медовый виски. То есть, когда вы лепестки Лейлы получаете при сборе, при рыбалке, например, да, при битье монстров при фарме, вам выпадают лепестки Лейлы. С этими лепестками отправляетесь в храм Камасильва, там найдите NPC Тея и у нее поменяете, выполните задание загадочный компаньон. Поменяете эти лепестки Лейлы на загадочные крылышки. Открываете загадочные крылышки, получаете крылышки феи определенного ранга. И вот в зависимости от ранга, либо они будут тусклые, либо яркие, либо блестящие, либо там сияющие, значит вы получите определенное количество медового виски. Там рядом NPC стоит, который меняет эти крылышки на медовый виски. Также медовый виски можно получить, скрафтив его на кулинарном столе. Единственный нюанс, там в рецепте присутствует особый мед, это достаточно редкий ингредиент, он нигде не добывается, кроме как руками вам нужно будет измельчить особые ульи диких пчел. А ульи диких пчел у нас добываются при охоте на эти ульи лес Боленос, по-моему, узел называется. Там у Дафны берете в аренду ружье, либо может быть у вас есть фитильное ружье, стреляете эти ульи и потом, короче, измельчаете их и с некоторой вероятностью получаете особый мед. Ничем этот особый мед заменить нельзя в этом рецепте. Ни хорошим медом, ни обычным медом в количестве там n штук, я уже пробовала и 50, и 100 в свое время. Нет, этот мед особый ничем не заменяется. После того, как вы соберете 30 лакомств от Аницы, вам необходимо будет отнести их к НПС, это не НПС, это узел следы Крагдалора. Скорее всего, там будет задание и возложить эти 30 лакомств к этим следам. И в награду за это вы получите слезу небесной лошади. И вот тут, ребята, есть немаленький нюанс, который я надеюсь, что слеза небесной лошади и темка, который я за 200 монет купила в магазине жемчужном, дух небесной лошади, это предметы идентичные. И называются по-разному, только потому, что у них разные способы получения. И в обновлении на сайте, я уже и на Орбите смотрела, и на официальном сайте, я не нашла никакой информации о том, что нужно будет сделать со слезой вот этой небесной лошади. После ее получения. Но, скорее всего, ее точно так же нужно будет объединить с вечной флейтой для получения рога небесной лошади. Ну и, собственно, на этом все, ребят. Я надеюсь, что я вам помогла определиться со способом получения. Данное задание выполняется один раз на аккаунт. Сами лакомства Атаницы можно перемещать со складов персонажа, поэтому выполнять задание вы можете любым персонажем. А вот объединять в инвентаре предметы только тем персонажем, у которого вы будете использовать этот урок. Это важно, потому как он сразу привяжется к этому персонажу. На этом все. Всем спасибо за внимание. Кто досмотрел видео до конца, особый лайкос. И подписываемся на канал, ставим лайки, не стесняемся. И всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok